Субтитры создавал DimaTorzok Ир, привет! Слушай, ты вчера не смогла? Можешь сегодня мне устроить краткий культпросвет по этикету? У меня часы тикают, три дня осталось. Ладно, Катюнь, приезжай ко мне, но только позже. Я сейчас показания давать буду. Пока. Так, держи. Вот, еще барабан. Держи, держи. Ну, куда, Валя? Как куда? К тебе. Представляешь, Катя хотела сделать из него табурет. Держи. Валя, у меня малогабаритная квартира. А у меня ценные экспонаты. Ты вот понимаешь, что это такое? Есть племя Чифо, и там женщины носят это в нижней губе. Между прочим, меньше разговаривают. Держи. Да, действительно, ценный экспонат. Так, вот. Держи, вот с этим поаккуратней. Что это? Так, это сейчас. Это эротический талисман женщин. Есть племя Уропо, и там есть лотерея, типа наших фантов. Если ты вот оттягиваешь этот фант, то ты проведешь ночь с прекрасной обладательницей. А у тебя откуда? Это был чистый этнографический интерес. Понимаю. Но барабан все равно не возьму. Послушай, ну, ты понимаешь, что это ценный экспонат. Тут нежнейшая кожа бегемота. Нежнейшая. Прям нежнейшая. Да? Нежная нежная. Нежнейшая. Нежней не бывает. Пробуй, Сереж. Что это? Панакот, а? Ну? Вкусно? Вкусно. Я же говорила. Ты мужественный человек. Я бы не решился. Я даже в Африке ел суп из летучек мышейного. Ну, она сошла с ума. Она хочет поразить мою маману. Так, так. Бери барабан, пошли. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Да! Можно? Входите, Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Нашлась ваша Лукьянова? Где? В больнице. Ее сбил грузовик. Как только пришла в себя, попросила, чтоб вызвали полицию. Она считает, что ее хотели убить. Потому что она была свидетелем преступления. Я говорила, что она в опасности. Я говорила. Дальше интереснее. Пока до меня эта информация дошла, к ней в больницу наведался гость. Он представился следователем. Пытался ее задушить. Она жива? Да. К счастью, сработали мониторинге состояния. Врачи ее успели откачать. Но она в коме. А нападавший? Исчез. Никто его не видел. Соответственно, никто описать его не может. Мистика. Как-то это все странно. Если не сказать больше. Я вас пригласил для того, чтобы вы подробнее мне рассказали, как вы столкнулись с ней в ЗАГСе. Собственно, она подошла ко мне и попросила передать флешку. Все. А как она себя вела при этом? Нервничала? Ну... Дело в том, что я посмотрел запись флешки. Ничего интересного для себя я там не обнаружил. Мы с вами сможем погрузиться в эту сложную, но очень увлекательную науку, как этикет. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а здесь курсы по экспресс-этикету? Да, здесь, пожалуйста. Проходите. Занятие уже началось. И наша тема... Поведение за столом. О, вот это мне и надо. Поведите перед собой несколько бокалов. Каждый из них имеет свое особое значение. Бокалы для мартини, Бокалы для шампанского, Бокалы для вина. А белого или красного? В дорогих ресторанах это имеет особое значение. Бокалы для белого вина, Бокалы для красного вина. А для розового? Девушка. Девушка, я вижу, у вас живой интерес. Прошу вас, подойдите, пожалуйста, сюда. Как вы думаете, который из представленных здесь бокалов больше всего подходит для виски? Эээ, для виски? Да. Ну, наверное, вот этот. Ой! Ой, простите, пожалуйста, извините. Корова нерасторопная. Ну, знаете. Это вы с таким лексиконом еще собираетесь этикет преподавать? Да сами вы корова. Извините. Борис. Да. Срочно позвоните и узнаете, что там по запросу о наследстве Вицыховского. Это раз. Хорошо. Второе. Где анкеты для новых клиентов? Мне кажется, анкеты – это неправильный подход. Это может только отпугнуть потенциальных клиентов. Вы с ума сошли? Я не спрашивала вашего мнения. Просто сделайте эти анкеты. Жанна Эдуардовна. Я не могу сказать, что мы хотим вытянуть какую-то информацию и уйти к другому нотариусу, который не задает лишних вопросов даже в анкете. Просто сделайте это. Хорошо? Я сейчас ухожу на обеденный перерыв, и когда я вернусь, чтобы анкеты лежали у меня на столе. Это ясно. Ясно? Ну, Ир, вот эти все курсы для умственно отсталых. Ты просто обязана мне помочь. Катя, ну чего ты себя в голову вбила? Я не герцогиня. Домохозяйка. Ну, ты педагог, математик. Не вижу связи. У тебя прекрасные манеры. Это врожденная. Теорией я не владею. Катюнь, открой тебе один секрет. Просто будь собой. Знаешь, как французы говорят, лучше быть, чем казаться. Перестань пытаться очаровать свою свекровь. Уже достаточно очарованного тобой Валика. Послушай, здесь вопрос совсем в другом. Я хочу доказать, что могу быть достойна быть женой ее Валика, чтобы она была уверена в этом на все сто процентов. Да твоего Валика. Уже твоего. Какая разница, что об этом думает его маменька? Да, вот и Валик мне тоже говорит. Да послушай двух умных людей. Жанка! Привет, девочки. Яша, привет. Ты как здесь? Ехала мимо. К тебе хотела заехать. Увидела вас здесь. Мне нужно просто продышаться, потому что в офисе у меня завелось очень душное существо. Например? Молодой помощник. Он мне заявляет. Так, расскажи лучше новости о своем алмазном магнате. Когда свадьба? Подождите, я что-то пропустила? Дорогая моя, если что-то произойдет, и об этом узнаешь самое первое, поверь мне. Ну, а пока я жду только приглашения на презентацию. Ну, а там и до ЗАГСа недалеко. Ты же говорила, что ЗАГСа не будет. Ну, хорошо, до Венеции. Девочки, я точно что-то пропустила. Дай Яшу поведу. На. Яша, Яша. Дай Яшу поведу. Дай Яшу поведу. Дай Яшу поведу. В общем, девушка в коме, и это ей еще повезло. Какой кошмар. Ну, жуть. Слушайте, ну а если эти журналисты снимали что-то разоблачительное? А шеф-редактор? Ну, случайность, может, сердечный приступ? Сомнительно. Слишком очевидно совпадение. Девочки, какие разоблачения? Они просто снимали светскую хронику. Пока смот. Кстати, Катюнь, у меня там на тебя компромат. Какой? Она дефилирует вокруг стола и методично уничтожает все пирожные, независимо от цвета и формы. Да? Дашь посмотреть? Пойдем повеселимся. Зайдешь на кофеек? Не-не, мне пора в офис. На, держи Яшу. Только ты ей больше пирожные не давай. Она уже свое съела. Все. Яша, пока мой мужик. Пока мой хороший. Пока-пока. Созвонимся. Пойдем? Угу. Ой, а компьютер ты у Жени сейчас. Позвоню. Алло? Женя, а как там мой ноутбук? Отлично. Я тогда сейчас к подъезду подойду, хорошо? Угу. Спасибо. Вот дела. Юр, что у тебя за бардак такой? Это Яша или Наташа? Здесь что-то искали. Ну, Сережа, ну ты не шоки. Я уже говорил Ивану, и молодой мальчике. Я все понимаю. О, Серега, какими судьбами. Да вот. Слушай, а ты не насчет дела с ДТП грузовика? Насчет тебя звонили? Угу. Ну да, Серега, спешу расстроить. Дело передали Бунакову. О-о-о. Да, действительно расстроился. Бунакову каши не сваришь. Ну ладно. Ты, если хочешь, я с ним сам переговорю. Хотя он товарищ такой непростой. И с людьми собачится. Ну-ну. И работает как. В общем, никак не работает. Серега, ты давай иди прямо к криминалистам. Толку больше будет. Ты же Васильева хорошо знаешь? Конечно. И что, с института. Ну. Ну. Спасибо. Давай, удачи, Серега. Спасибо. Да, Ира. Тут явно кто-то был. Вот все ящики вывернуты. Да, конечно, я сообщу Егошину. Но ты понимаешь, что искали, скорее всего, эту флешку. Нет, Сережа, мы никуда с Наташей пока переезжать не будем. Даже к тебе. Спасибо, конечно, но нет. Созвонимся позже, ладно? Пока. Ира, послушай. Может, вы все-таки переедете к Илушкину? Подожди. Вот хорошо, что ноутбук был у Жени. Иначе не смотреть бы мы с тобой сейчас эту запись. Вот что там такого, что за той флешкой идет охота? Репортаж, интервью Гранатова. Слушай, я после показа вмерила Севкино платье. Он обещал мне его расставить. Ну? В комнатушке за сценой. И слышала. Гранатова кто-то позвал. Якутов, не боишься? Вот ты и бойся. А мне ничего. Я труп, Коля. Кать, ну почему ты ничего не рассказывала? Ира, да у меня свадьба была, мне не до этого было. А сейчас вот вспомнила. Понять бы еще, что это теперь все означает. Якуты, труп. Вот он! Перемотай, быстрее перематывай. Стоп, вот, белобрызый. Так, давай сначала. Вот, смотрю, он Гранатова в сторону пытается отвезти. А вот это журналистка Лукьянова. Ага, во, как он на оператора-то смотрит. Как будто убить хочет. А он и убит. Это ученица? Наверное. Я ж говорила, ученица. Здравствуй. Здравствуйте. Проходи. Не пугайся, у нас тут Яша пошалила много. Не разумайся, в комнату проходи. Так, Катюнь, поезжай к Острикову. Все разузнай о Гранатове и об этом белобрызом. А я не могу, у меня занятия. Все, поехала. Все. Давай. Марва Семеновна, вот что вы от меня хотите? Так я же говорю, не знаю, на кого имущество переписать. На Литку, стерву, или на Тоську, дуру. Это сестры мои двоюродные. А жадные. Я-то на ниточку хотела переписать племянника моего. Они взяли да убили его ироды. Вот домик на кого написать? Как вы считаете? Марфа Семеновна, дорогая, давайте поступим так. Вы сейчас пойдете домой, все хорошенько обдумаете, кому отписать, Людке или Тоське. Как вы скажете. Пойдемте, дорогая. До свидания, Марфа Семеновна. До встречи. До встречи, до встречи. Где оно? Что оно? Приглашение, которое только что принес курьер. А, на презентацию? Да. Так я его выкинул. Как выкинул? Куда? В урну. Как в урну? Ну, вы же сами сегодня с утра целую кипу выкинули. За что мне такое наказание? Ты мне не только о потенциальных клиентах решаешь, но также потенциальных женихов. Я за тебя девой останусь. Вот уж не думал, что лысый, толстый, потный воротилы, это предел ваших мечтаний. У тебя хорошее представление о моем идеальном мужчине. И вообще, Абаканов, он спортивный, он такой весь ухоженный. Вообще, мне кажется, это не твое дело. Нашла. Все, пойду. Тебе это не касается. Да. Всех клиентов на завтра перепиши. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Мурцович. Севочка. Катюнечка. Катюнечка. Мне сейчас совсем не до тряпок. Такое горе, такое горе. А что случилось? Колю убили. Какого Колю? Ты ж не знаешь. Колю Гранатова. Мы с ним одноклассниками были. Ага. А он, кажется, был у тебя на показе, да? Да. После него домой возвращался. Там его и убили. А вы что, с ним были близки? Ну, не так, чтобы очень, но последние несколько лет он работал в Сибири. Мы давно не виделись. Но все-таки сам факт, человека же убили, ты понимаешь? Сивочка, ты не волнуйся. У каждого своя судьба. Ничего же не поделаешь. Скажи, а он был депутатом, да? Нет. Чиновник. Ты же знаешь, под них всегда копают. Всегда. Я и то замечал с ним разных всяких сомнительных типов и вокруг него. Но никто же не думал, что так. Скажи, пожалуйста, а на показе ты случайно не заметил рядом с ним так... Такого хвостатого, подозрительного типа? Они еще спорили между собой. Нет. Ну, ты же знаешь, мы, творческие люди, ничего не видим, Кроме того, что нас воодушевляют. Алло, Ирка, ты сидишь? Сядь. Гранатова убили. Катя, да ты что? Ну, вообще... Слушай, а тут ко мне опять кто-то пришел. Ты только не отключайся, ладно? Я пойду тихонечко посмотрю. Отбой тревоги, это Жанка. Послушай, до тебя совершенно невозможно дозвониться. У тебя все время занят. Ты все время говоришь по телефону. Кать, давай своим этикетом занимайся, а я тут с Жанкой. Нет, это не кошмар. Это просто трагедия. Тебе совершенно нечего надеть. Меня вполне устраивает мой гардероб. Вот это вот уже диагноз. И ты стоишь на грани. На грани перехода из статуса женщины чуть за 30 в статус женщины с проблемами. И вот это вот уже серьезный симптом. Не пойму, к чему ты клонишь. Сегодня ты идешь со мной на открытие ювелирного магазина «Кызыл Алмаз». Довольна? Неблагодарим. Я иду туда, чтобы охмурить Абаканова. Ну а ты в качестве моей поддержки. Ну понятно. Понятно. И раз, и раз, и два, и раз, и раз, и раз. Что ты делаешь? Я? Я репетирую. Ну ты же меня в черлинише приглашаешь. Не смешно. На. Надень вот это. Жанн, можно я все-таки не пойду, а? У меня тут проблема. Ну как раз отличешься от своей проблемы. А возьми лучше с собой своего помощника в качестве пажа. Ну уж нет. Я что, похожа на старуху, которая с собой таскает малолетних мальчиков на слепонов? Знаешь, мне нужен мужчина, но такой вот надежный. Ну муж, в конце концов. Понимаешь? А этот пусть лучше с моей секретаршей гуляет. Так, ладно. В шесть заеду. Собирайся. Ну, конечно, секретарша. Господи. Простите, любезнейший, я невольно вас толкнула. Че, совсем упупела, метелка? Че, пасть разявила? Выражается она, коза. Нет, с Бунаковым вообще работать нельзя. Я понял, что если я его буду ждать, дело вообще с мертвой точки не сдвинется. Поэтому сам обследовал переднее колесо грузовика. Получается, что какое-то колесо на скорости лопнуло, машина потеряла управление, ее повело. Ну и вынесло с дороги. Ну да. Грузовик понесло по склону, случайная искра, он вспыхнул и все. В общем, по-твоему, это трагическое случайность? Ну, вариант. Возможно, водитель налетел на большой гвоздь, например. Слушай, а кстати, сколько колес было пробито? Тут непонятно. Я работал только с одним колесом, которое во время падения отлетело в сторону. Остальные три колеса сильно пострадали при пожаре. Но с ними работают. То есть, чисто теоретически мы не можем исключить, что грузовик наехал на шипованную ленту. Я правильно понимаю? Ну, чисто теоретически нет. А я почему спрашиваю? Вот что у меня для вас есть, коллега. Прошу. Ну, след ботиночка характерный. Оставь снимки, я поколдую на досуге. Да, Бога ради. Ну, не успел я посмотреть все фотографии с места аварии. Ну, походу, у нас такие же имеются. В общем, если мы придерживаемся предположения, что грузовик налетел на шипованную ленту, тогда на всех колесах должны быть такие проколы. Вот. Ну, я поколдую и сообщу. Субтитры сделал DimaTorzok. Здравствуйте. 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 Такое несчастье. Вот я принесла проект для вашего начальника. Такой интересный проект. Кому теперь его показать? Он... Он такой им человек был. Настоящий мужчина. Такой вежливый, внимательный. Вот... Вот куда я теперь... Господи... Да вы... Присядьте. Присядьте, присядьте. Так... Вы только не плачьте. Вот, попейте. Как вас зовут? Лариса. Лариса Хвостицына. Ларис, но вы же квалифицированный человек. Вы найдете себе другую работу. Да вы не понимаете. У нас все по-другому было. Я Колю любила. Два месяца назад я от мужа ушла и к нему переехала. А теперь что мне? Обратно к мужу возвращаться? Он же... Ну, в смысле, муж. Он меня долго не отпускал. Преследовал меня. Даже в драку леса. А теперь я возвращаюсь. Представляете? Может быть, с ним попробовать поговорить? По-человечески как-нибудь? Да что вы? Вы не знаете Хвостицына? Это же неизгибаемый человек. Жуткий. Настоящий зверь. С ним так просто нельзя. Ну, тогда, может, и не стоит к нему возвращаться, раз он такой... Понимаете, я... Я ведь совершенно не умею жить одна. К тому же я... Я уже Хвостицыну позвонила. Мы уже договорились с ним о встрече. И я ужасно боюсь. Он такой непредсказуемый. Ну и правильно. И ладно, раз одна не можете, то... Ларис, а... Скажите, а может быть, у вашего шефа были какие-то конфликты в последнее время? Были. С кем? Со мной. Мы с ним ужасно поругались перед этим проклятым показом МОД. Он же совершенно не хотел туда ехать. Ну, к этому своему приятелю Востникову. Он... Разругался со всеми. Закрылся в кабинете и просил ни с кем не соединять. А потом позвонили, попросили передать привет из Косылылыка. Ну, я и передала. Так Оля, он же... Он в лице изменился. Взял трубку и сорвался на этот показ МОД. А вы? А что я? Я... Пригласила журналистов, как обычно. Так он на меня за это так по телефону орал. Просто жутко. А вообще, вы знаете, он... Он старался никогда ни с кем не ссориться. Такой дипломат был. Не то, что этот Хвостицын. Ларис, извините, а... Привет откуда просили передать? Из Косылылыка, кажется. Косылылыка? Подождите, а вы что, от Рыжего? Я? Нет. А кто такой Рыжий? Да был тут один. Тоже все вопросы задавал. А, ну это из полиции, наверное. Нет, нет, нет. Полиция сразу приезжала, все расспросила. Вы простите меня, пожалуйста, мне пора бежать. Мне надо хвоститься наперехватить внизу, чтобы он сюда не поднялся. А то, вы знаете, такое погромное устроит. Простите, пожалуйста. Ларис, ну что вы так волнуетесь? Хотите, я вместе с вами к нему подойду. Спасибо, но я сама. Вы лучше идите. Идите от греха подальше. Ладно, до свидания. О, бегемотик, здравствуй. Угу. Очень рада тебя видеть. Я же в последнее время только о тебе и думала. Угу. Я завтра же уволюсь. Лар, я вот не понимаю, чего ты меня позвала сюда? Я же типа никто. Вот он, да. Так и иди к нему, раз он такой крутой. А его уже нет? А что случилось? В должности понизили? Понизили? Даже не представляешь, как понизили. Угу, понятно. Теперь, значит, и я хороший. Да. Бегемот, хваститься на зверь. Слушай, спасибо тебе огромное. Так глядишь, вдвоем что-нибудь и наружу. Угу. О! Как твои? Можешь поздравить? Вчера отметили пятнадцатилетие свадьбы. Юбилей. Ты лучше скажи, а когда мы на твоей свадьбе погуляем? Просто моя дама, она слишком запугана предыдущим браком, поэтому как бы... И тянет кота за хвост. Да, да, да. Так ты сам-то кругами не ходи, купи кольцо, сделай предложение и бегом в ЗАГС. Ты что смеешься? Ты правда веришь, что кольцо может стать, как это говорят, ключиком к семейному счету? Ну, ключик не ключик, а то, что это необходимый кусочек, без которого не складывается пазл, абсолютно точно. Ну, да. Ты правда так стыдишь? Угу. Да, кстати, чтоб я не забыл, как там насчет познания моих тел? Тела. Обнаружены останки одного человека. Не понял. Что значит одного? Их было двое. Ну, как скажешь. Значит, одно тело сбежало. Ну, прости, неудачная шутка. Ну, почему же шутка? Одно тело как раз очень даже могло сбежать, если этому телу хорошо заплатили. Валик, ты? Валя! Да. Валя! Да. Валя! Боже мой! Что это? Что это было? Авторская инсталляция. Да. Приветствие твоей маме. Мобили. Катя. Я подошел, думал просто посмотреть, что это такое, на меня все это рухнуло. Я... Ну, зачем это? Валя, столько сил. Зачем вообще тратить столько сил? Ну, мама же ведь не с инспекции приезжает посмотреть на условия моего содержания и в случае чего отнять меня у тебя. Да, я хотела понравиться твоей маме. Ну, ты пойми, что это бессмысленно, понимаешь? И вот эта кулинария тоже бессмысленно. Ты думаешь, у меня нет шансов? Ну, погоди. Ну, почему? Ты что это? Считаешь меня бездарной кулинаркой? Кать, успокойся. Ну, вообще! Кать! Ну, вообще! Ну, теперь еще и убирать. А взгляните на это колечко. Оно простое, но эффектное. Для женщины со вкусом. Вы так считаете? Да. Да, прекрасно. Но слишком вычурно. Знаете, она любит попроще. Попроще. А давайте вот это. Гладкое и всего один камень. Ну, оно похоже на обручальное. У меня несколько другой случай. Ну, вы тогда посмотрите сами. А то я не знаю, чем вам помочь. Хорошо. Посмотрю. Пожалуйста. Ну, спасибо. Спасибо. До свидания. Ну, вот то, что нужно. Якутия. 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 Алмазы. Якутия. Алмазы. Косыл Алмаз. Косыл Алмаз. Ювелирный магазин. Жанка. Ира. Ира. Ой, Серёж. Красивые цветы. Спасибо. Слушай, я подумал, может ты передумаешь и с Наташкой пока на время ко мне переедешь, пока все не уляжутся. Никакой опасности нет. Не драматизируй. Так, ну-ка, признавайся. Опять вляпалось какое-то расследование. Да, прекрати. Просто я тороплюсь. Меня пригласили на презентацию ювелирного магазина, Косыл Алмаз. Вот. А я не одета, не причёсана. Вообще-то я надеялся, что мы проведём этот вечер вдвоём. Не сегодня. Извини. Я побегу, ладно? Ну ты смотри, не доверяй там этим ухаживаниям ювелира. Им доверять нельзя. Учту. Здравствуйте. Здравствуй. Ну как? Всё хорошо. Помоги, пожалуйста. Спасибо. Ну всё, до свидания. Алло, Жень, привет. Я уже освободилась. Можем пойти прогуляться. Не можешь? И что, прямо до вечера будешь папе помогать? Угу. Хорошо, давай в другой раз. Пока. Ну, я надеюсь, что там будет что-нибудь интересное. Хотелось бы, может быть, даже купить что-нибудь. Спасибо. Вот это вот Абаканов. Красавец, да? Я ж тебе говорила. Правда, он не единоличный владелец компании, но это ничего. Он вполне симпатичный. Ну что, пойдём поздороваемся. Ну, пошли. Геннадий. Прошу прощения. Ба! Познакомьтесь. Это моя подруга Ирина. Здравствуйте. Рад знакомству. У вас шикарная коллекция, шикарная. Ну, здесь всё же вещи товарного ряда. Если хотите увидеть нечто действительно уникальное, могу показать. Пойдёмте ко мне в офис. С удовольствием. Да? Хорошо, прошу. Милые дамы, прошу. Спасибо. Спасибо. Какой запах французский. Армянский. А, даже лучше. Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот название магазина «Кысыл Алмаз» это имеет какое-то отношение к «Кысылылыку»? Ну, конечно. Это место добычи наших алмазов. Хотите, покажу? Да. Я же вам обещал нечто удивительное. Пожалуйста. А-а-а! Какая красота! Всё-таки лучшие друзья девушек – это бриллианты. Ну, тогда вы должны быть в курсе, что система оценки класса бриллиантов именуется 4С. Вес – карат, цвет – колор, чистота – кларити и огранка – кат. Наши камни, пусть и небольшого веса, зато цветность и чистота. Взгляните. Видите, какое преломление? Очень хороший камень. Чистота 2, что крайне редко. Таких в продажу вообще не поступает. Действительно, так ярко сверкает. Да. Взгляните, посмотрите. Можно, да? Да, пожалуйста. Спасибо. Ну, тут, конечно, важно ещё и качество огранки. Простите, дамы. Посмотрим. Дорогер. Что? Погодите. А Гранатов? Ясно. Я вас услышал. Простите, вы сказали Гранатов? Это что, тот самый чиновник, которого убили? Я в новостях смотрела. Неужели вы с ним были знакомы? Шапочно. Пересекались раньше по работе. Милые дамы. У меня к вам предложение. Если хотите, я приглашу свою помощницу. Она проведёт вас по салону, и вы сможете примерить всё, что хотите. Здорово. Только вместе с вами. Увы. Я и так совсем забросил своих гостей. Нельзя их обижать. Ирина, вы были бы не против встретиться завтра за обедом, например? Вообще-то, Ирина завтра обедает со своим женихом. Извините. До свидания. Очень жаль. До встречи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Жан, Жан, ну ты чего надулась-то, как мышь на крупу? Ты не догадываешься? Нет. Вначале ты меня позвала старухой, а потом предложила за собой таскать маленьких мальчиков. Вспомнила бабушку первый поцелуй. И решила меня отбить Абаканова, да? Ты что, издеваешься? Ты с ума сошла? Я отбить? Послушай, ты с ним флиртовала весь… Я проявляла внимание не к нему, а к его бизнесу. Исключительно в интересах следствия. А он-то какое отношение к этому имеет? Прямое. Ты же слышала, он упоминал нашего мертвеца Гранатова. Я что? Жан, ты не хочешь в это верить, потому что имеешь на него виды, так? Нет, не так. Хотя он мне и по статусу подходит, и по возрасту. У тебя вообще есть Ивушкин. Вот именно. И на твоего Абаканова я не претендую. Поклянись. Клянусь. Простите, шеф. К вам господин Николаев. Вот это сюрприз. Я люблю сюрпризы. Что же вы в ночи-то пожаловали? Все гости разъехались уже? Да. А ничего. Я пролетел шесть тысяч километров не для того, чтобы тусить. Выпейте чего-нибудь? Ну, выпить-то я и дома могу. Давайте не будем терять время и обсудим сложившуюся ситуацию. Я догадываюсь, что вас беспокоит. Это хорошо. Надеюсь, вы не собираетесь предъявлять мне претензии? А вы полагаете, что для этого нет причин? Полагаю, нет. В конце концов, это наши общие проблемы. И при этом вы лично никаких шагов не предприняли. А какие шаги предприняли вы? Самые решительные. Так, очень интересно. До переезда в Питер работал в Якутии председателем комитета недр землепользования. Обалдеть! Что ты говоришь, мам? Специалист широкого профиля, говорю. Кто ж его назначил в комитет по культуре? Ты вообще со мной разговариваешь или с собой? Что? Так. А это? Что? Алло! Катюня, я все поняла. Он действительно труп. Кто? Да и этот белобрысый с конским хвостом, который Гранатову угрожал. Ооо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok